Здравствуйте, с вами Сергей Рулев, специалист по финансам Excel и Visual Basic. Я рад, что вы присоединились на курс хитрости работы с Excel. На этом курсе я расскажу вам о тех особенностях, которые есть в этой программе. За время моей работы финансовым директором могу смело вам сказать, постановка управленческого учета без Excel практически невозможна. А о том, как улучшить и ускорить работу в этой программе, я постараюсь вам об этом рассказать. На этом уроке мы изучим с вами горячие клавиши работы с Excel. Потому что без горячих клавиш вы не сможете быстро работать. По моему опыту, использование горячих клавиш в 2-3 раза увеличит скорость работы в этой прекрасной программе. Для начала давайте настроим панель быстрого доступа. Панель быстрого доступа находится вверху данной программы. Для этого щелкнем правой кнопочкой мышки и выберем настройку панели быстрого доступа. Я всегда добавлял сюда следующие кнопочки. Ставить столбцы на лист. Ставить строки на лист. Добавить. Ставить строки на лист. Добавить. И аналогичные кнопочки. Удалить столбцы с листа. Удалить строки с листа. Нажимая ОК и горячие кнопочки вот здесь в панели быстрого доступа у нас появляются. Посмотрите, как удобно добавить колонки. Раз, три колоночки у меня добавлены. Я хочу удалить колонки. Колоночки. Удалил. Колоночек у меня нет. Если мне надо удалить несколько строк, достаточно их выделить и нажать удалить несколько строк. Также, начиная с 2007 версии XN, появилась лента. Иногда не хватает вам места на экране для того, чтобы разместить информацию. И вот в этом вам поможет горячая кнопочка Ctrl F1 скрыть ленту. Ctrl F1 ленту скрыли. Ctrl F1 ленту отобразили. Если вы нажмете на клавишу Ctrl и покрусите колесико, то вы увидите, как можно масштабировать ваш лист Excel. Но если вам надо выделить только вот эту часть, для этого можно выделить ячейки, нажать левой кнопочкой мышки по выбору масштаба и выбрать по выделению. В результате весь нужный кусочек разместился у вас на экране. Внизу у нас находится строка состояния. По умолчанию здесь показана только сумма и количество значений. Чтобы настроить вам строку состояния, нажмите правой кнопочкой мышки и вы можете выбрать те значения, которые вы хотите отображать. Соответственно, если у вас стоит здесь количество, если у вас стоит минимум, если вы хотите, можете указать максимум. Это очень удобно. Если вы работаете с большими таблицами, то приходится зачастую передвигаться достаточно быстро по листу. Ну и представьте, мне нужно выбрать таблицу. Ну она, конечно, не такая большая, не такая маленькая, а гораздо большая. Как это можно сделать? Можно по старинке тянуть мышкой, а можно воспользоваться горячими клавишами. Горячие клавиши следующие. Это контрол со стрелкой. Как они работают? К примеру, у меня курсор стоит здесь. Нажал клавишу контрол, нажал стрелку вниз. Мышка пробежала, курсор пробежал до первой заполненной ячейки и остановился. Еще стрелка вниз. Пробежал все заполненные ячейки, остановился. Пробежал пустое значение. Пустые ячейки. Еще пробежал, еще, еще, еще и убежал на самую последнюю колоночку. Если контрол холм, это перемещение в самый верх, контрол холм. И вот, к примеру, если у меня внизу находится где-то еще данный, который мне надо найти, то, конечно, можно очень долго листать, но это будет неправильный подход. Давайте посмотрим, как можно найти ячейки с помощью контрол, стрелка вниз. Контрол, стрелка вниз, контрол, стрелка вниз. И я обнаружил, что у меня на 333333 строка находится другая аналогичная таблица. Если мне нужно выделить таблицу, то я могу, кроме кнопочки контрол, использовать еще кнопочку shift. Если просто я нажал кнопочку shift и буду передвигать курсором, то у меня выделяются ячейки. Но если я нажал и shift, и контрол, и передвигаюсь вниз, то у меня будет выдвигаться и выделяться вся моя табличка. Чтобы выделить табличку, нужно поставить курсор в верхний левый угол, нажать контрол, шифт, стрелка вниз, контрол, шифт, стрелка вниз, стрелка вправо. А можно нажать одновременно две и две клавиши. То есть, контрол, шифт, стрелка вниз, стрелка вправо нажимаю, вся табличка у меня выделена. Если я хочу выделить таблицу, но я не знаю, где ее начало, я не знаю, где ее конец, но я хочу выделить, исходя из положения моего курсора, существует другая комбинация клавиш, контрол, звездочка. Контрол, звездочка. Выделяю всю таблицу. Контрол, звездочка. А могу сделать табличку желтая. Контрол, звездочка. У меня табличка будет, ну, например, оранжевая. Контрол, звездочка. Таблица у меня будет голубая. Будет голубая. Для отмены моих действий воспользуюсь горячей клавишей Ctrl-Z. Если мне нужно повторить эти действия, то у меня есть клавиша вернуть ячейки. Вот повтор. Это Ctrl-Y. Иногда очень удобно для информации Ctrl-Y повторил, Ctrl-Z отменив. И данная клавиша, как она работает? Если вы посмотрите на свою клавиатуру, то звездочек две. Одна звездочка над цифровой клавиатурой. И здесь она находится над девяткой. Здесь нужно действительно нажимать Ctrl-Z. Другая же звездочка в ноутбуках находится над восьмеркой. И если я попытаюсь ее нажать без шифта, у меня будет 8. С шифтом будет звездочка. Поэтому если вы хотите выделять с помощью той звездочки, которая находится на обыкновенной, на стандартной клавиатуре, над восьмеркой, надо нажимать Ctrl-Shift-8. Текст у вас выделяется. Кто-то говорит, что это такая же функция, как Ctrl-A. Если я нажму Ctrl-A, действительно таблица выделяется, но эти функции работают немножечко по-другому. Если у меня курсор стоит вне таблицы, и я нажимаю горячую клавишу Ctrl-A, выделяется весь лист. А представьте, мне его надо покрасить. В принципе, будет допущена ошибка. Если же я сделаю Ctrl-Звездочка, то в этом случае выделяется только одна ячеечка, и такого закрашивания всей области не будет. Если же мы будем смотреть на диапазоне данных, то и Ctrl-Звездочка у нас, и Ctrl-A будут работать одинаково. Теперь давайте посмотрим, как можно перемещаться по листу. По старинке, конечно, по книге. Можно между листами щелкать именно вот так. Но есть гораздо более удобный способ. Это Ctrl-PageUp, Ctrl-PageDown. Поэтому вот это значение, горячие клавиши, очень часто я использую. Если вы хотите переместиться, переключаться между книгами, есть горячая клавиша Ctrl-F6. Ctrl-F6 у меня возник в этом случае совсем другой файл, обратите внимание. И если я нажимаю Ctrl-F6, я возвращаюсь к первоначальному моему файлу. То есть я как бы перемещаюсь по кругу. Отличие от Ctrl-Tab, когда я нажимаю Ctrl-Tab, то в этом случае, либо Alt-Tab, я перемещаюсь между открытыми всеми приложениями Windows. Здесь же я не выхожу, нажимая Ctrl-F6 за рамки Excel. Ну и могу дополнить, что функции горячие клавиши Ctrl-F6 работают во всех приложениях Windows. В этом уроке мы познакомились с горячими клавишами. И надеюсь, урок вам понравился. В следующем уроке мы поговорим, как, используя абсолютные, относительные и смешанные ссылки, можно писать формулы. Большое спасибо. До свидания.